Здравствуйте дорогие друзья! РАБ приветствует вас опять в Кении. Мы сейчас в городе Элдород, по пути в Найроби. Я скоро сажусь в самолет и улетаю сначала в столицу Кении, а потом через Одисабебу в Москву. Это моя вторая поездка. В прошлом году была в декабре, вернее это уже было позапрошлом 2018. Сейчас 2020, январь, я здесь было 5-3 недели. У нас были полные практически 15 дней служения нон-стоп, без каких-либо перерывов. Первые несколько дней мы использовали для адаптации, для приезда, но потом, даже до сегодняшнего дня, вот сегодня буквально перед самолетом, я еще служил в одной сурклее в Китале, и это было очень здорово. Мне есть столько много всего сказать, если честно, то есть я не знаю даже с чего начать, чтобы вам описать все, что было, но наверное самое важное это то, что я вижу, что много работы делается на этом месте. Я вижу результаты трудов Гунтерса, Ольги, миссии Go With Mission Go Christ. Я познакомился в этот раз с двумя прекрасными сестрами из Москвы и из США, которые занимались арт-школой, и это было здорово. По поводу моих выступлений, я проводил семинары о вере. Вроде как простая банальная тема, но она извечная, потому что мы знаем, что без веры невозможно угодить Богу, и мы знаем, что через веру мы получаем доступ к благодати Иисусу Христе. И я пытался дать объемлющий материал местным христианам, чтобы они рассмотрели изучение Писания именно со стороны полного Евангелия. Не только кусочка, не только какой-то истины, но чтобы они стали читать прежде всего Писания и стали читать его активно, чтобы они поняли его важность, чтобы они поняли, что молитва без слова не настолько эффективна, чтобы в конце концов пришло понимание того, что они должны изменять свое мышление, потому что Слово Божье много об этом говорит. И видите, в Африке самая большая проблема это невежество. Самая большая проблема это недостаток образования, как духовного, так и традиционного, ну скажем, мирского. Люди не все далеко учатся в школе, не все далеко учатся в колледжах, да что там говорить. Очень мало людей, кто получает это образование. И это отражается также на церкви, потому что в церкви далеко не все даже имеют Библию на руках, а те, которые имеют, не все ее читают. Образование самих служителей и пасторов не на должном уровне, особенно в тех регионах, где мы служим, а мы служим именно на горе Илгон. Это отдаленные регионы, вы сами знаете, что там нет элементарных человеческих благ, и там живет более полумиллиона людей. И сами эти горы Илгон протягиваются на 150 километров. То есть это громадная, громадная область. И для того, чтобы достичь каждую церковь, достичь каждого служителя, требуется неимоверное количество времени, финансов, ресурсов, людей. Это утрудняет задачу. Утрудняет задачу еще человеческие привычки, твердыни, какие-то нездоровые элементы каких-то культурных ценностей. То есть наша цель привить культуру царству, культуру Иисуса, чтобы у людей изменилось отношение ко всему, и они стали смотреть на на Писание, на семью, на служение, на работу через призму Божьих глаз, через призму Его Слова. И поэтому, знаете, я планирую продолжать эту работу, я планирую вернуться сюда в следующем году, и я увидел очень большой эффект и очень большой отзыв людей. Они реально жаждут знаний, они реально жаждут образования, и те элементарные, фундаментальные моменты, которые я освещал, может быть, они покажутся простыми для христиан Америки, России, хотя я давал очень хорошие блоки информации, которые помогли бы каждому. То есть я шел в глубину слова, в глубину развития вот этого механизма веры, и это очень сильно освобождает ментально, когда ты понимаешь, что Бог имеет определенный алгоритм. Это как президент. Ты знаешь, как к нему подойти, как с ним общаться, как что-то попросить. И это культура царства на самом деле. Поэтому, знаете, я бы призывал многих, во-первых, молиться об этом. Нам очень нужна ваша молитвенная поддержка. Естественно, нам нужна финансовая поддержка. Потому что, ну столько работы делается, и вы знаете, что Гунтерс, Ольга, они освещают все эти вещи, когда строится комьюнити-центр, когда строится башня для воды, когда они хотят построить церковь, школу и так далее. Это требует здесь трое больше времени, денег и ресурсов. Поэтому, знаете, я недавно, относительно недавно услышал, если тело Иисуса Христа и те христиане, которые имеют серьезные финансы, откроют свои сердца, чеки, карманы и счета, в теле Иисуса Христа во всем мире не будет никакой нужды. Сто процентов. Ни у миссии не будет нужды, ни у людей, которые страждают, которые голодают, которые даже в медицинских вещах, они не имеют элементарного ухода. Поэтому я призываю, друзья, пожалуйста, откликнитесь на этот призыв, помогите, как говорится, чем можете. Все начинается с элементарного желания что-то вложить. Молитва, копеечка, приезд. Нам нужны здесь очень сильно работники. Поэтому, друзья, пожалуйста, мы вас приглашаем. Карибусана, это по суахили, добро пожаловать. Мунгу немзури киловакати. Вы сами прослушайте в гугле, что это значит. Мы вас очень сильно любим и ждем на кенийской земле. Спасибо, пока.